Здравствуйте друзья. Ну все по плану идет. Все идет строго по плану. Как и планировали. К 1 ноября свои заканчиваются. Дальше воюем наемниками из Северной Кореи. Это только начало, там еще дальше. Вот они побежали, побежали. Тут, тут, тут. Нельзя их снимать. Сейчас, сейчас. Орда пойдет. Южнокорейская разведка пишет, Путин завербовал 12 тысяч северокорейцев. Будут воевать в Украине. Под видом бурят и якутов. Им уже приготовили липовые документы. Подробнее через две недели расскажут у Золкина и Апостола. Шойгу. Герасимов. А если на Москву пойдут? Их кто остановит? За Баба-Юртусский район! За Дагестан! За великую Россию! Ура! Такого мощного ура за Россию я, по-моему, еще даже не слышал. В Санкт-Петербурге. Под асфальтом прорвало трубу с кипятком. Грунт размыло. И туда провалился автобус вместе с пассажирами. По телевизору скажут, не провалился. По телевизору скажут, отрицательно воспарил над землей. Не автобус, а символ позднего путинизма. Жители Белгородской области жалуются Гладкову, что 2-я армия мира угоняет у них автомобили, перекрашивает, разбивает и бросает их там, где разбили. Своих не бросаем. У своих берем покататься. А двор палаты терапия ясно-глазка. Чего начать-то? Ну, здесь должен была раковина быть. Ее нету. Ну, что тут еще? Ну, двери такие, конечно. О, тут постель одна. На чем? На кирпичах. Вот это современная технология. Вот это по-нашему. На кирпичах. На кирпичах будет стоять вечно. Это что в этой загнивающей Европе, которая скоро развалится? Вот такие вот обычные палаты в Германии. Обычные муниципальные больницы. Ой-ой-ой, Шольц. Ты до чего страну свою довел? Ну, как так можно? Где кирпичи? Где блупленная штукатурка? Тумбочки, пыляка. Потолок чуть не упал, штор нету. Ну, зачем? Ну, зачем нужны эти шторы? Если можно наслаждаться видом дома напротив, который разваливается у тебя на глазах. В европейской больнице шторами завешивает окно, чтобы у пациентов не вызвать депрессию от вида слишком современной больницы. Кровать с лифтом, меняющее положение. У каждого есть свой персональный телевизор, чтобы не было скучно. Слева умывальник в загнивающей Европе, справа умывальник в процветающей России. Стул под Екатериной Андреевой не дастся врать. Это, ну, частные клиники. Одеяло. Ну, стулья тут еще какие-то. Не знаю, какие, сколько ему лет. Ну, и главное, что есть. Ну, батареи. Вот моя койка. Моя койка. Вот тут сбиты нары. Но зачем? Ну, зачем нужны эти бездушные кнопки? Если можно по-домашнему? На деревяшках. На деревяшках. Сопли какие-то. Чьи-то. Ну, подушка. Тут эти... Каких? Матрасы. Так и живем. Так жить можно. Согласен. Главное, чтобы только НАТО эту роскошь и красоту не захватило. Израильская армия ликвидировала боевика Хамас, который организовал нападение на Израиль 7 октября прошлого года. Израильтяне, а с тем, кто 24 февраля напал, есть возможность вопросик решить? Семья участника СВО на камеру с пафосом подключили воду. Мы вот как обещали, от района он оказал благотворительную помощь. Мы тоже оказали благотворительную помощь. Слава Богу, сделали воду. Сделали... Дом завели, да? Да. Дом завели воду? Да. Где вода-то есть? Вот. А вот вода. Как включается? Вы хотите, как горячая, холодная? Все. Ну, вот такой кран уж поставили, что кушать. Живой, все, молодцы. А раньше на скальпурстве ведут, да? Семья участника СВО теперь в раковине вещи стирает. Но это временно. Пока сын стиральную машинку с войны не привез. Женская консультация. Где отговаривают женщин делать аборты. И советуют рожать им по 8 детей. Привет, обманутый россиянин. Показываю женскую консультацию. Рудокамышины. Вроде все, ничего. Вот здесь начинается самое интересное. Вот такие вот удобные сиденья. Декоративная штукатурка. Вешалка. Весь сервис, чтобы можно правильно одежду повесить. Мест много. Хватит всем. Вешалка для отца. А стулья для матери, которая придет с семи детьми в ожидании восьмого ребенка. Все очень современно. Подумали о безопасности. Решеточка на окнах. Вот самое интересное место для пациентов, для беременных мамочек. Ну, созданы, я считаю, все условия. Правда, не достает крючок. Надо приложить усилия, чтобы закрыться в туалете. Все очень по-домашнему. Все условия, чтобы рожали. Поучительная жизненная история. Освободитель поехал в Украину заработать легких деньжат. Не вернулся. Жена, чтобы прокормить ребенка, пошла работать в такси. Тяжело живем. Муж на войне погиб. Не для того года. А выплаты все положенные получены? Какие выплаты? Нет дела, нет дела. Кем вы работаете? Таксист. Вы таксист? Мать-одиночка, вдова бойца СВО. Да. Если ты хочешь, чтобы твоя семья жила так же, беги подписывать контракт побыстрее. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. 18 октября. Путин говорит, что не боится лететь на саммит G20 в Бразилию из-за ордера. Потому что с Бразилией можно подписать отдельное правительственное соглашение. Решение подобного рода очень легко обходится. Ну, просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и все. И юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы... А у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения. Надежные, стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение. И никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с конца. Сегодня Путин сказал, что все-таки не поедет в Бразилию. И в этом весь Путин. Уважаемые клиенты. Вас обслуживает водитель, который участвовал в СВО, получил ранение и контузию. Если он вывезет вас в лес, в багажнике, для разговора о важном. Высадит на трассе, ограбит, заставит снять все деньги с карточки и дать ему. Просьба отнестись к этому с пониманием. Глава автоваза Максим Соколов объясняет, почему новая Lada лучше, чем Toyota Camry. У заднего сидения на автомобиле Lada Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от ног, коленей до переднего сидения или от головы до потолка автомобиля, чем на автомобиле Toyota Camry. И это как раз подчеркивает полное соответствие класса этого автомобиля другим высоким мировым стандартам. Поэтому мы рассчитываем, что у этого автомобиля будет очень много пользователей и наших... Максим Соколов, который всем советует ездить на Lada, и Максим Соколов, который сам ездит на BMW с мигалками. Это один и тот же Максим Соколов. В путинской России по-другому и не бывает. 21 век. Якутия. Регион, где добывают алмазы. Власти до сих пор не могут построить обычный человеческий мост. На войну деньги есть, а люди как обычно потерпят. Ростовская область. Город Донецк. Центральная городская больница. После капремонта за 25 миллионов рублей. Надо еще чуть-чуть потерпеть. Скоро морозы ударят. Вместо быхил достанете коньки. Наденете. И будете кататься на коньках по больнице. Освободитель. Говорит, у меня слезы на глаза наворачиваются. От того, что у меня всего лишь нет ноги. Лежать. Я сам по себе очень активный был всегда. Всегда занимался спортом. Бегал. И... Это, кстати, мой самый первый день, когда я в Москву в госпиталь попал. Я сам, брат. Главное позитив. Представляете, как я был счастлив, когда я попал первый раз в госпиталь. Когда я в Москве понял, что все, мне уже ничего не угрожает. И все, что со мной случилось, это всего лишь нет ноги. Это было просто... У меня слезы тогда наворачивались. Путин поднял Россию с колен и поставил ее на костыли и протезы. Впечатление от путешествий по бескрайней России. Здравствуйте. Вот я турист. Приехала посетить Ичалковский бор. Ичалковский карьер знаменитый. Вот нам все говорят. Путешествовать по России. Не ездить за границу. Смотреть свои прекрасные места и достопримечательности. Вот я приехала посмотреть. Ичалковский карьер. Уникальные места природы. И вот мы автостанция. Посмотрите. Автостанция. Город Перевоз. Нижегородская область. Мне как пассажиру потребовался туалет. Потребовожу к туалету. Я еще не доехала до уникальных пещер. Я уже здесь и видела другие пещеры. Более уникальные. Туалет. Автостанция. Города. Перевоз. Города. Ни деревни, ни поселка. Вот как. Это нормально? Смотрите. Стена. А там в дырку. Мужской туалет. Я туда тоже дойду. Вот сюда люди, пассажиры с детьми ходят. Пожилые люди. Смотрите. Путешествуйте, говорят, по России. В России же туалеты хорошие. Не то, что за границей. Как вот это? Можно в такой туалет ходить? Пассажирам. Настоящий туалет. Для женщин. Для мужчин. Россиян. Для гостей города. Туристов. Для всех. Добро пожаловать в город Перевоз. Правильно. Путешествовать надо по России. Где еще такое увидишь? В Подольске. Жители многоэтажек остались без горячей воды и отопления. Мы, жители города Подольска, в домах, расположенных по адресу проспект Юных Леницев, 34, 32 и 32. Просим помощи и огласки. У нас два больших дома, 10 подъездов. Одни из самых больших домов района Новосырого. Последние пять месяцев мы живем практически без нормальной горячей воды. По сути, вместо горячей воды мы пользуемся холодной. Температура в помещениях максимум доходит до 18 градусов в теплое время суток. Отопление в наши квартиры так и не пришло. Впереди нас ждет тяжелая зима. Просим помощь. Хотели в Украине устроить тяжелую зиму? А устроили тяжелую зиму в Подольске. Испанские пенсионеры танцуют, чтобы хоть как-то согреться без российского газа. Испанцы кайфуют по жизни. У моря, у них зарядка утренняя для пенсионеров проводится. Все хорошо у них. А вот так живут пенсионеры в Канаде. Воздуха наберите. Здравствуй, обманутые россиянине. Меня зовут Олег. 18 октября 2024 года. Канада, Монреаль. Смотрим, как живут пенсионеры. Пожалуйста. Спа-салон, бассейн. Идем дальше. Тренажерный зал. Небольшой, но есть. Идем дальше. Это не Турция. Не отель 5-й звездочный. А обычный дом престарелый. Идем дальше. Вот, пожалуйста, бильярд. Идем дальше. Обеденный зал. Пожалуйста, обед уже прошел. Такой красивый холл. Ну, там терраса, улица. Очень все скрипненько по-домашнему. А вечерами тут играют на пианино и танцуют. А как у вас живут в России пенсионеры? Пенсионеры в России живут надеждами на то, что Канада и Испания однажды снова начнут выдавать визы. В Тюменской области у участников СВО отобрали земельные участки. Военных преступников при этом назвали ряжеными. Назвали ряжеными. Мы с 22-го зашли, и нас вот что обидает все. Ряженая говорит. Это что у нас? Администрация вместе с мором такая. Твое лицо, когда поехал в чужую страну убивать мирных людей, чтобы получить от государства земельный участок. А вернувшись домой, узнаешь, что тебя обманули, надули и кинули. Город Тула. Женская консультация. В которой женщинам объясняют, что рожать нужно по 8 детей. А вот эта женская консультация в швейцарском городе Лугана, где рожала Алина Кабаева, в принципе, не так уж и сильно отличается. Правда? Бывший глава банка открытия выдал своей кипрской компании кредит на 3 миллиарда рублей. И сбежал за границу. А украл бы пачку масла в магазине. Поднялся бы такой вой на весь магазин. Сбежались бы и менты, и охранники, и Росгвардия приехала, и ОМОН. Арестовали, скрутили, и никуда бы он не сбежал. В Калуге банда вооруженных мигрантов вымогает деньги у предпринимателей. Я для тебя такой нож взял хороший. Я тебе к***ю. Ты думаешь, тебя мусора будут защищать? Нам бабки сюда, на родину, передай. И деблюй дальше. Или что ты там будешь делать дальше? Делай свои дела. У тебя ровно 9 минут, чтобы с этого города. Спецоперация. По постановке на счетчик. В Кемеровской области. Шахтеры объявили забастовку. Из-за того, что им 4 месяца не выплачивать зарплаты. Хотелось бы мне, конечно, собрать восподумение, среди других обстоятельствах. Но собрались мы с вами уже. Наверное, завелось здесь. По причине не выборка за арбузные платы. Рейх, подожди. По имеющейся задолженности. Образовавшаяся задолженность на предприятии на сегодняшний период составляет включительно сентябрь 145 миллионов. Плюс расчетные разрезы НСКО 18 миллионов. В связи с отсутствием финансирования мы больше не имеем возможности с вами поддерживать жизнеобеспечение данного предприятия. А по телевизору до сих пор рассказывают, что санкции нам на пользу. В Брянской области ликвидировали начальника штаба авиационной эскадрильи тяжелых бомбардировщиков Ту-22, которые сбрасывали авиабомбы на города Украины. Галенкова Дмитрия Владимировича. Больше Дмитрий Владимирович ни на кого бомбы сбрасывать не будет. Воронежская область. Новый район. Специально для обманутого россиянина. Вот что тут говорить. Это вот новый еще недостроенный район. Тут стройка еще идет. А уже вот так вот. И вот так это все время здесь. А зимой здесь все это замерзнет. И будем глыбы льда переезжать. И это новое. Еще недостроенные. Что говорить о достроенном? Путинская Россия. Все новое. Это заваленное мусором старое. Никогда не спрашивайте женщину о ее возрасте. Мужчину о его зарплате. И сверхдержаву, почему ей понадобилось 12 тысяч солдат из Северной Кореи. Спустя три года после начала трехдневной СВО. Друг Гиркина Максим Калашников рассказывает, что Донбасс, оказывается, все 8 лет тупо разворовывали. Заводы пускали на металлолом. Из региона вывезли все самое ценное. Тем не менее, есть проблема так называемых новых территорий. Они превращаются в некое новое Сомали. Конечно, там такое впечатление, что саранча прошла. Заводы пускали с нами металлолом. Это ВНР и ДНР. В ЛНР мне показывали, как в Луганске там разобранные пути. Рельсовые трамвайные тоже на металлолом. Воровали, как, я не знаю, как последний день Помпеи. И произошла, конечно, очень сильная деиндустриализация. Там люди об этом, конечно, в открытую говорят. Конечно, очень горько видеть, когда тебе женщина пожелает, говорит, ну как вы меня освободили? Освободили от прошлой жизни, от квартиры, от зарплаты. Все рухнуло. Это самая русская часть, естественно, бывшего СССР. З захватывать. В воровать. Украинская школа. Город Киев. Дети оставляют велосипеды и самокаты на улице. Их никто не берет. Любимая рубрика. А как у вас на болотах? Киевская школа. Дети приехали в школу. И оставляют абсолютно все. Не пристегнутая. До Киева не дошли. А раз так, незачем и пристегивать. В Перми. Освободители, которые вернулись обратно, в черном пакете, развозят, как дрова на прицепе. Причем за доставку родственников заставляют платить. Гибших на войне в Украине пермяков возят, словно дрова. Жены пермских добровольцев батальона «Молот» в своем канале пожаловались на военного комиссара пермского края Александра Каковина. По их словам, он возит погибших, так называемых, героев на прицепах. Платить за такую перевозку заставляются миллион и родственников бойцов. В качестве доказательства они предоставили видео, где УАЗ везет дачный прицеп, на котором, как дрова с топкой разложены гробы. Своих не бросаем. Своих на прицепе везем, как дрова. В Тольятти. По городу ездит гнилая буханка, которая призывает, кого попало, идти на войну. Присоединяйся к своим. Свои тут уже дружно подпрыгивают, когда прицеп наезжает на кочку. Срочник, который находился в Курской области. Рассказывает, что командиры батальона «Ахмат» их кинули и разбежались. К нам заехали два танка. Начали бомбить. Мы пока дошли. Все плакали, обижали. Боялись. В итоге 13 срочников. Ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло. Вот пока перебегали. Нам командиры наши, которые были с нами, говорили, вот сейчас будем выходить, уходить будем, сейчас, сейчас, сейчас. И в итоге дожались до того, пока начали конкретно бомбить. У нас вот эти вот офицеры, все вот, скажу, все до одного офицеры, все сержанты, весь Ахмат, который с нами был, они просто вот ставили фонарику так на плечо, стояли сзади нас, толкали нас и говорили, давайте, давайте, идите, штурмуйте. То есть они сами боялись очень сильно. Чем сильнее бояться, тем громче кричат Ахмат Сила.